Действительно, с приходом осени на улицах города появляется больше театральных афиш. Свою работу начинают актерские и танцевальные студии. Нет, и летом в Таллине культурная жизнь бурлила. Достаточно вспомнить дни старого города или дни средневековья. Или такие яркие, насыщенные дни Лас-Намяя, которые завершились совсем недавно. Но, тем не менее, официально театрально-культурный сезон открывается осенью, как правило, в сентябре. Вот и Центр русской культуры обнародовал программу мероприятий на осенний период. Открывается сезон в Доме на Морском бульваре традиционным фестивалем – Дни национальных культур Эстонии. И если прежде в программу дней входили в основном мероприятия, посвященные славянским культурам, то в последние годы программу расширили. И вот в этих днях на сей раз, которые начнутся 18 сентября и продлятся до 26 сентября, будут представлены уже не только вот эти славянские культуры, но, в частности, среди выставок, которые будут, и объединение русских художников в Эстонии, будет, например, выставка французского художника Патриса Даниэля. И в одном из концертов, который пройдет 24 сентября, например, будут исполняться эстрадные, ну, теперь принято говорить, хиты, бессмертные 70-х, 80-х, 90-х годов. Это итальянские, французские, английские и так далее, и так далее. Выставки, концерты детских и взрослых коллективов, лекции на тему истории и культуры и даже на кулинарную тему – все это обширная программа Дней национальной культуры, с которой подробно можно ознакомиться на сайте venekeskus.ee. И самое главное – все эти мероприятия бесплатны для зрителей. Наш дом открыт для всех и, называясь Центр русской культуры, в лучших традициях русской культуры работает на объединение. Поэтому мы ждем здесь, естественно, и эстонскую публику, и тех, кто пытается приобщиться к русской культуре любой национальности. Увы, необходимо напомнить и о том, что администрация Центра русской культуры будет внимательно следить за выполнением всех предписаний, связанных с коронавирусом при посещении мероприятий. Наличие паспорта вакцинации, отрицательный тест и так далее. Тем не менее, зрители здесь ждут с нетерпением. И, как уже было сказано, двери Центра русской культуры открыты для всех. Вадим Малышкин, Марта Инло, Новости Таллина.